Приветствую, камрад! И добро пожаловать на борт! Совершенно недавно, буквально несколько дней назад, я в прямом эфире комментировал открытые европейские квалификации на Warcraft Gold League летний. Один из крупнейших турниров Warcraft текущего, следующая зона, с призовым флотом суммарно 60 тысяч долларов, что поверьте, хоть и для киберспорта это небольшая сумма, но для Warcraft это довольно-таки ощутимые деньги. И, конечно же, побеждать хочется всем, и принять участие на турнире хочется всем подряд. К сожалению, понятное дело, параллельно проходило громадное, нереальное количество матчей, все я их не успел обозреть, не все я успел посмотреть, а там было много годноты, уж поверьте. Именно поэтому я решил подскачивать некоторые реплеи и посмотреть интересные матчи, которые могли пройти там. Напоминаю, что турнир был открытый, действительно каких-то суперсильных, нереально могущественных игроков там не было, но были действительно неплохие игроки, которые могут показывать конкурентоспособный уровень игры. Собственно, запись лайва, комментирования, вы можете посмотреть по ссылке в описании, или в заприклеенном комментарии, или также еще сверху справа вы можете посмотреть информацию. Но конкретно этот матч, будем смотреть, проходил между Каспендом и Старшейптом. Кто-то такие Старшейпта вы упомните, если вы смотрели предыдущие ролики на моем канале. Это шведский такой полупрофессионал, его основная раса ночные эльфы. В принципе, каких-то гигантских достижений у него нету. Но он регулярно играет в 3-й Warcraft, регулярно принимает участие в онлайн-турнирах, и в принципе, показывает неплохой результат время от времени. Да, понятное дело, что он слабее того же самого Тарзейна, например, который вообще, как по мне, один из самых главных, сильнейших игроков 3-го Warcraft, по крайней мере, вне СНГ и Китая, это 100%, и Корея, конечно, тоже. Он просто мощный, и я от него ожидаю хороших результатов на закрытых квалификациях, которые пройдут в конце мая, потому что по открытому он прошел. Собственно, обязательно пройдите и посмотрите матчи Тарзейна. Настоятельно вам рекомендую, это действительно просто невероятные матчи. Я думаю даже сделать отдельный ролик, где я буду комментировать эти конкретные матчи Тарзейна, но решил, ладно, зачем, если они уже есть. Так что, вот так вот. Итак, первый игрок это Старшифт, и про него уже сказал. Он сделал, говоря еще с духами, форсируя первым героем, и идет сразу же атаковать своего противника. Он не знает, где находится враг. За Орду очень сложно разведывать на Туистед Мэду низины, потому что карта большая, и при этом аж на 4 игрока. Альянсу немного повезло, они находятся на противоположных точках. Акрипит он фактически в лабораторию гоблинов, и ему, может сказать, повезло, потому что не особо сильно ему может тут помешать противник. С другой стороны, тут еще магическая башня не построена. Поэтому, возможно, тут можно каких-то рабочих потерять. Но, с другой стороны, взял второй уровень. Архимаг, это очень важно. Также взял рунные прослеты. На самом деле, против форсира с его цепной молнией, это очень даже неплохо. Но все-таки потери в рабочих есть, и Каспен тут неплохо отбивается, на самом-то деле. Потерял буквально нескольких рабочих, всего лишь... Сколько? Два рабочих потеряны, это мелочь, на фоне того, что получил Архимаг. Каспен сам тоже это непрофессиональный игрок. Он менеджер команды Каскад. Но это не мешает ему любить эту игру, регулярно принимать участие в онлайн-турнирах. Плюс еще многие говорят, что он очень сильный 2 на 2 игрок. То есть в формате 2 на 2. То есть человек явно с умением играть. Плюс еще, что интересно, несмотря на то, что он менеджер, он при этом играет на клан-варах своей команды. То есть он как бы не просто менеджер, он даже уже, можно сказать, полноценный игрок. В общем, неплохой представитель из СНГ, кстати. Он из России. Каспен. Каспен против Старшейфта. Изначально агрессия у Старшейфта не получилась. Но он не собирается тут сдаваться. Запускает волков. Конечно, сейчас уже не так успешно, потому что есть магическая башня. Одного рабочего убили. Это уже на самом деле неплохо. В это время Каспен пытается просто покрепить понемногу точку. Очень грамотно. Только что сагрессировал. Просто мотайте на ус, что когда вы крепите эту точку, ни в коем случае нельзя атаковать первым водяным элементалем. Иначе эти гноу будут использовать свое очищение на нем и сразу же убьют. Надо сначала атаковать пехотинцев для того, чтобы на них сработало очищение. В это время также параллельно Форсир сам пытается покрепиться. Видимо, какие-то слабые точки поубивать. Он всего лишь трех рабочих убил. Это не так уже много. Почти, точнее, уже есть Тир-2 у Орка. Обычно на карте Туистед Медау Орда нередко играет в размен базами. И поэтому строит двойную убойню. О, боже. Двойной зверинец. И играет именно Мас с Волчьими Всадниками. Посмотрим, будут ли здесь они так играть. С другой стороны, Альянс, именно он такой, относительно консервативный. Любопытно, что есть лицепилка. Обычно ее делают для дополнительной базы. Но пока что здесь такое чувство, что Альянс даже не собирается ее строить. Но, с другой стороны, видимо, он как раз ожидает этот размен базами. И специально сделали лицепилку, чтобы, во-первых, быстрее добывать дерево. Потому что маршрут возвращения рабочих с деревом будет короче. Ставис на дерево будет быстрее собираться. Во-вторых, для стрелковых башен, которые он уже ставит, для того, чтобы было легче защищать базу. При этом он делает кузню. Тоже очень любопытно. Потому что против Орды обычно играет, в первую очередь, с заклинателями, волшебницами. Делают двойной храм мудрости. И играют, соответственно, вокруг этого. Тем более, что ставится магазин. Это явно сделано для того, чтобы производить Ведьмаков. В дальнейшем, неужели окружат здесь Архимага? Он до сих пор 2 уровня? Нет, все-таки снизу проход был. Он успел выйти. Здоровья у Форсира очень мало. Опа, нет, тут можно убить. Еще буквально одна атака от Архимага. Но все-таки Форсира убегает. Герой довольно быстрый. И по сути, Орда тут неплохо защитилась. Не потерял ни одного логового орка. Вышел новый герой. Есть 3 бугая. И при этом даже забирает одного пехотинца. Приятный, приятный размен. То есть он ничего не потерял. При этом смог как-то помешать своему противнику. Даже третья башня ставится. Кузню настолько сильно хочет получить Каспен, что она же строит ее двумя рабочими. Интересно, что он собирается здесь делать. А тут, в свою очередь, не волчьи всадники, а виверны. Против Альянса не очень распространенная вещь. Но, понятное дело, что ее делают. Но имеется в виду это не очень супер-гипернадежно. Потому что у Альянса есть все для того, чтобы воевать с виверными. Даже если он не особо к этому готов. Потому что обычно играют через волшебниц, которые неплохо своей магической атакой атакуют по ним. Плюс еще можно замедлять. Плюс еще есть верховный маг с водяным элементалем, который может наносить им много урона. Но плюс еще будет, скорее всего, горный король вторым героем, который наносит своим молотом немного урона. Но здесь не горный король. Здесь повелитель зверей. Выбор достаточно любопытный. Не то, чтобы он нелогичный. Понятное дело, что в нем есть смысл. Заметил Каспен, что на базе у противника, у Старфшейта, нету ни тотема Метатавров, ни... Господи, вечером забываю, как называется. Спирит Лодж. Обитель Духов. Во, Обитель Духов. Точно. Нету ничего. Соответственно, никакого рассеивания нету. Соответственно, можно играть масс-элементалями. Плюс еще масс-призывными существами. Плюс еще кабанщики. Они же стреляют. И поэтому наносят дополнительный урон по вивернам. Что очень даже неплохо. Книжку не взяли. Интеллект плюс два. Кому нужны эти знания, правильно? У Овца Духов, кстати, есть Соби Маска. Приятный предмет. Здесь очередь когти атаки плюс шесть. И, в принципе, ничего. У Архимага предметов толком нету. В то время, как у Шадо Хантера есть Соби Маска. Это действительно очень важно. Он чаще может пользоваться своими заклинаниями. Магазин упадет у Орды. Неприятная потеря. Видимо, делали как раз... Видимо, прочитал ситуацию, что он будет масс-элементал. Каспенда неплохое понимание этой игры, как мы видим, по уши, чем у комментатора. Поэтому начинается производство стрелков. Первый уже умер. Второй на подходе. Начинается херокиллинг со стороны Орды. Хекс бесконечный. Они в Архимага и Виверны пытались нанести по нему урон. Но, к счастью, было зелье лечения у Архимага. Он смог выжить. Но все-таки ему нужно отсюда уходить. Потому что с слишком серьезным контролем и фокусом улетает он со свиткой телепортации. Спасается. Арда, в свою очередь, ничего не потеряла. У Альянса лимит на 11 ниже. Это катастрофа самая настоящая. Появился первый храм истины. Пока что только один, что непривычно. И начинается производство волшебниц. Без волшебниц играть против Орды это, безусловно, очень-очень-очень сложное предприятие. Тут, в свою очередь, делаются укрепления для башен и лога-ворков. Бетон. Для того, чтобы те же самые магички и прочие не могли наносить очень много урона по этим зданиям. Надо быть осторожен с Виверными. Они основательно побитые. И это понимает. Старшейп контролируют их для того, чтобы они не подставлялись под удар. Там еще вместе с собой ополченцев. Берут. Неужели в окружении попадает здесь и ловец с духом? Он, скорее всего, здесь умрет. Ничто его не должно спасти. Пытался передать ему телепорт. Форсир. Но у него не особо это получалось. В итоге победителем из этой ситуации выходит Каспент. Он, в принципе, почти сравнял лимиты. Убийство героя очень многое зарешало. Еще если убил этого бухгаля, было бы совсем идеально. Но идеал это нечто нестежимое. Сейчас в Виверном нужно начинать атаковать рабочих. Именно так. Потому что здесь уже много леса вырублено. Башни не достают. Особенно вот здесь вот. И можно, в принципе, неплохо так подхарасить экономику противнику. Пока что улучшения какие-то не делаются. Герой восстанавливается. Криппинг продолжается. По велителю зверей не плохо было бы поднять третий уровень. Для того, что кабаны были вторые. Они больше будут уносить урон в Виверном. И чаще стрелять при этом будут. Ну да, сейчас с деревом добычей у Альянса будут гигантские проблемы. Это, в принципе, распространенная проблематика игры против нежити. О, боже. Против Орды с такой стратегией. Потому что Виверны просто летают, убивают твоих рабочих. И ты в случае мало что можешь сделать. А в это время параллельно герои вместе с какими-то бугаями и прочими юнитами может идти криппиться. Ну, вообще, абсолютно не расстраиваются. Абсолютно не теряется Каспент. Просто криппится робом магии. И берет вместе с собой оплаченца. Будет ставить дополнительную базу. Здесь, в принципе, почему бы и нет. Альянсу всегда приятно иметь ее. Особенно учитывая то, что у него, в принципе, есть возможность нанять Шреддера. Вот здесь вот уже зачищена точка. Только этих троллей надо добить. Но это абсолютная мелочь. Также можно просто нанимать рабочих. И продолжать добывать дерево. Ну, то есть, еще здесь, скорее всего, лесопилк. Только в лесопилке есть улучшение 100% на скорость добычи дерева. В это время он также параллельно закрепился форсируем. У него уже третий уровень. Скорее всего, он взял вторых волков. Башни ставятся. И после этого сразу же можно начать производство ратуши. Но, в принципе, ресурсы на это и есть. Но, видимо, он решил сначала закрепиться от Виверн. Потому что, действительно, это может быть огромная-огромная проблема. У повезли зверей почти третий уровень. Игроки банально крепятся. Никуда не спешат. В это время стоятся тотеми на Тауров. Или Тауренов. Важно, потому что без служителей предков рассеивать вот эти вот огромные, нереально огромное количество призванных существ. Тауровест, кабанов, скорее всего, ястребов, водяных элементалей. Очень сложно с ними воевать. Особенно с учетом того, что они наносят значительный урон по Вивернам. Плюс еще те же самые волшебницы со своими замедлениями душат. Очень сильно душат. Хочет что-то купить Ордынис. У него тут вообще не особо большая армия. Убил он одного из целителей для того, чтобы уменьшить свой лимит до 50, соответственно. Добавительная база стая. Тут будет три стояковые башни. Одна из них готова. Ну да, Вивернам здесь уже будет проблематично. Хотя, конечно, было приятнее, если бы тут была одна из ваших. Очень много Виверн. Было бы неплохо сделать улучшение на урон хотя бы одно. Сделать тир-3 для яда, потому что эти вот голые Виверны без ничего. Они... Им очень проблематично, вводите, потому что под фокусом они сыпятся за одно мгновение. Потому что у них мало здоровья, потому что у них легкая броня. Соответственно, они получают больше урона от стрелковых атак. Сочет что делает Каспент. Если у него какие-то улучшения на стрелков, например, ничего нет. Есть звание адептов для целителей. Это уже неплохо. Хоть какое-то рассеивание. Волк заметил, что есть дополнительная база у Каспенда. Просто крепится ордынец и сам ставит дополнительную базу. Каспенда защиты плюс 3. О, какой же блоки из... Бронированный ловец духов. 10 брони. 38% блокируемого урона. Но это, конечно, не особо для него полезно. Потому что у него все равно слишком мало здоровья. Для того, чтобы эффективно распоряжаться ими. Но все равно приятно, что под фокусом его еще... Его очень сложно убивать. Как же неудобно сюда залетели целители волшебницами. Два эльфийских мужа погибли. От молнии копий виверн. Но это только начало, понятное дело. Должна и начаться отстройка. Да, производится целители. Светок скорости включает орда и просто убегает. Что в последующей очередь хочет делать альянс? Кстати, есть два зелени уязвимости на 15 секунд. И свиток исцеления. Начинает выщелкивать орда по одному юниту. Но при этом потеряла бугая. Обидно, но не более того. Светка скорости при этом нету. Но есть свиток телепортации. Вообще тут воевать не особо полезно будет орде. Она здесь явно слабее. Но в случае надо альянсу прибежать. И как-то отменить дополнительную базу своему противнику. Он видимо о ней догадывался. И начинает теперь выщелкивать по одному стрелку за раз. В принципе под фокусом опять же виверны. Это главная их фишка. То, что они наносят громадное количество урона под фокусом. Башни уже встали. Атаковать проблематично. Старо Шейп дожидался своего. И теперь будут умирать одни стрелки за другим. Без стрелков. О, хороший свиток исцеления от Каспенда. Но это не особо долго протянуло жизнь бородатому мужчине. Отменили дополнительную базу все-таки. Тем не менее. И начинает строительство новой. Но башни стоят. Пробить эту точку будет проблематично. И скорее всего Каспенду надо будет атаковать основную базу противника. С другой стороны здесь Ого Уорка уже имеют неплохую защиту. У них есть бетон. Так что воевать проблематично. Делается укрепление для зданий. Но самое главное, что параллельно база у Альянса работает. Два кодо. И если их можно поймать. Но нет, они закрываются. Потому что еще и башни стоят. Старо Шейп понимает, к чему идет эта игра. И решил основательно укрепиться на своей базе. Но как же в страну это неверно. Нельзя так играть. Их еще становится очень мало. Нужно быть предельно осторожным. Пытается кодо и кого-то съесть. Не особо это получается. Не выпьет. Смотри драки. Нет, съели траля берсеркера. И при этом уходит. Еще второй съел пехотинца. Видимо хочет его переварить. И съесть еще одного кодо. Очень много всего сюда вносит. Но надо же его отвезти в обязательном случае. Потому что он может умереть. На нем не было. К превеликому сожалению эмпатии. Соответственно урона он получал значительное количество. Альянс чувствует себя здесь довольно уверенно. Хотя с другой стороны все стрелки умирают. Нету больше маны у служителей предков. Рассеивать толком нечем. Теперь надо обязательно подождать перезарядки. И призывать новых кабанов. Нового элементаря. Здоровья у повелителя зверей уже не так уже много. Нужно возможно ему отойти. Но как же хочется получить четвертый уровень. Как же его хочется получить. Мало здоровья у кодо. Его бы убить. Потому что там есть тролль. Охотник. Тролль берсеркер. Четвертый уровень у повелителя зверей. Призывает ястреба. Который наконец-то может атаковать. И кодоя стрелять. Очень приятно. Умирает одни целители с другим. Как и стрелки. И верно уже не так. Уже много надо астаковать кодоя. Бей кодоя. Защищайте кодоев. Но нет. Не защитили. Но при этом все равно добили тролля охотника. Фу. Тролля берсеркера. Очень ботно занялся за вражескую базу Каспен. Но ударной мощи явно у него будет недостаточно. Особенно если. Четвертый уровень получает охотник за головами. Он вообще довольно таки уверенно себя чувствует. И при этом скоро у пятого уровня у фарсира. Так вот. И здесь у логового орков. Соответственно могут осесть эти самые работники. Но при этом в уязвимую точку накоет Каспен. И неужели он опять отменит дополнительную базу? Да ладно! Не успевает прибегать сюда войска орды. Слишком они медленные были. И похоже даже золото не вернул себе Старшейп. Он даже не отменил строительство. Светок телепортации пользуется Альянс. В итоге спасается. Каспен в итоге выходит победителем из этой драки. Потому что у него все время параллельно работает рудник. Уже 2500 золота было добыто. И производится Тир-3. Теперь нужно делать улучшение на атаку обязательно. Но почему-то их нет. Глоб неплохо еще сделать волшебниц. И вообще надо выходить уже в 80 лимит. Надо давить врагом массой. У тебя есть экономическое преимущество. Его надо подчеркнуть, подтвердить и только усугублять. Спасает конечно же призванные существа. Но тут уже есть сушители предков. Как минимум одно рассеивание у него будет. Непонятно мне действительно почему. Ааа, тут еще есть гнездо грифонов. Можно ястребов делать. Это хорошо. Ястребы это очень хорошо против Виверн. Особенно если их сделать несколько штук. Несколько сеток. И в итоге товарищи никуда не улетят. Основные шахты уже скоро закончатся. 2500 монет. Орда. Видимо хочет попытаться что-то сделать с дополнительной базой противника. Тут стрелковые башни. Толком ничего не сделать. Самоглавное их подконтролить, чтобы они Виверн атаковали. Но они почему-то атакуют. Не ту цель, а всего лишь призванных волков. Это явно не то, что нужно делать. Ой, Каспентник. Когда контролируешь ты. Но в это время параллельно на такую-то основную базу противника. Сломал один магазин. Это уже неплохо. Еще не ремонтирует даже наконец-то. Начал. Но слишком поздно. Если бы он грамотно управлял вот этими вот стрелковыми башнями. И стрелял бы по Вивернам. Была бы ситуация поучше. А он в итоге теряет эту базу. У него есть свиток телепортации. У него есть свиток телепортации. При этом два свитка исцеления. Ему нужно убивать эту логово. И при этом сразу же телепортироваться на свинную дополнительную базу. Неужели он не будет этого делать? Неужели он все здесь отдаст? Пятый уровень у Форсира. Дополнительная база у Лорды скоро уже поставится. Свиток исцеления использует один игрок за Альянс. И видимо он хочет здесь оставаться до самого конца. И ломать все к ядреной матери. Все рабочие погибли. И теперь пытаются сломать дополнительную базу Альянсу. Есть у него первое улучшение на защиту. Соответственно здание плотнее. Но как-то радикально менять ситуацию не будется. По один суд производится. И начинается делаться в тайне ястребы. Отправляет их еще в сторону. Для того чтобы не заметил его противник. Убивает много логово орка. Уже новых юнитов не может производить Ордынец. Все рабочие попрятались для того чтобы их не поубивали. И это в принципе правильно. Потому что иначе он не мог бы их производить. Теряет все таки дополнительную базу Альянс. Интересно стоило ли это того. Очень мало здоровья у победителя зверей. Светок исцеления он использует. Все таки продолжают они атаковать логово орков. В принципе сейчас это уже неплохо. Потому что больше некуда прятаться рабочим. Орда в свою очередь пытается атаковать основную базу своего противника. Но здесь также есть три башни. И очень плотная застройка. Самое главное чтобы грамотно контролировать ситуацию. Альянс. Ну а такой размен. Нет светок телепортации. За пользу варда. И пытается отрезать своего противника. Падает один уже из стрелков. Неплохо в принципе. Нужно подконтролировать Альянс. Иначе дело тут пахнет жареным. Рассеивание по всем существам прошло. Призывается волки треть. Они неплохо нарезают. Кусают. Кусь-кусь этих стрелков. У них то средняя броня. Как же страдают дварфы. Светок с зеленью уязвимости. Включает Архимаг. Для того чтобы не умереть. Потому что он попадает под фокус. Там вообще есть паладин с лечением. У него кстати еще и зелень лечения есть. Можно его передать. Тому же самому повелителю зверей. Но в целом. Пока что равная драка. Но понимает. Понимает Каспен. Что тут все дело пахнет жареным. Нужно уходить. Он потерял по сути все что у него было. Но самое главное что у него уже есть два ястреба. Нужно продолжать производство. Ресурсов у него много. Как же много денег у Каспенда. И непонятно почему он их не реализовывает куда-то. Ястребы, ястребы. Да два и есть. Занятие целителя. Несколько целителей. Еще стрелков нанимать. Делать улучшение на атаку. Нет у них. Потому что как видите. У ястребов атака очень маленькая. Основная их фишка это в сетке. С помощью которого они могут контролировать врагов. Летающих врагов противника. Видимо продали кольца и все остальное. Для того чтобы хоть как-то наладить экономику. Потому что все очень плохо в этом плане. Оголы отстраиваться на дополнительной базе. Скорее всего у ястребов есть улучшение на блокирование урона атаки башен. Потому что иначе он на дополнительную базу так бы не бежал бы яростно. Ох с собой еще и по ченцеву берет. Неужели он будет что-то здесь яростное что-то делать. Да действительно используется туман. Башни не могут атаковать. Только одно не самая удачная башня. Надо было чуть выше ее использовать. Но тем не менее одна башня из трех это уже неплохо нет. Рабочие возвращаются обратно. Орда пытается пробиться на основную базу противника. Там есть башня. Самое главное их грамотно их контролировать. Возможно все-таки Орда пойдет защищать свою дополнительную базу. Потому что так много ястребов. Ястребов, что сделать это будет не очень-то и просто. Учитывая, что там три виверны против четырех ястребов. Контролировать противника будет сложно. А конечно тут улучшение на блокирование атаки башен. Это очень и очень сильная штука. Постоянно разведывают Орда. Старошейв для того, чтобы противник ничего не строил. Для того, чтобы у него не было дополнительной башни. А шахта-то закончилась. Золото уже толком не осталось. Интересно, что будет предпринимать в этой ситуации Каспент. Будет ли он ставить все-таки дополнительную базу. Где-то продав какие-то предметы. Или он на последние деньги производит юнитов. Зная, что у него противника нету. Больше основной базы. Дополнительной базы. Основная шахта упала. Используются очень неплохие сетки по вивернам. Но по ним не проходит урон. Соответственно, никто из них не умирает. И Ордынец сбегает на свою основную базу. У него нету магазина. Но он не может вылечить. А нет, или есть. Есть снизу построен был магазин. Не заметил сразу. Все-таки вылечить их можно. В итоге старшей армии нету. У него нету дополнительной базы. Что очень проблематично. Непонятно, как воевать. Непонятно, как победить противника. Один одинокий рабочий бежит в эту точку. Неужели будет ставить дополнительную базу именно здесь Каспент? В принципе, тут всего лишь тысячу золота добыли. Это довольно мало. Поэтому, в принципе, это можно сделать. Сделали у нас не топыря, а Орда. Для того, чтобы хоть как-то воевать с этими ястрами. Еще бы сделать второго. И на самом деле, многих можно было бы там убить. Но это, по сути, последняя атака. Я правильно понимаю, да? Или что? Что делают рабочие тут? Неужели он хочет магазин здесь поставить? Или что-то в таком стиле? Где этот рабочий? А, вот он. Еще и рабочие альянсы сюда прибегают. Во все стороны света разбегаются крестьяне. Основная шахта у Орды также упала. Золота нет у Орды вообще, в принципе. Как у Каспенда. Нет, все-таки дополнительная база ставится. Но почему он взял только одного рабочего? Непонятно. Очень-очень неплохо. Дипа и вылетают. Почти сейчас стримы убирают. Это настоящая катастрофа. Один только остается. Он там много стрелков. В принципе, можно воевать с фивернами. Второй уровень у Па-1. Интересно, возьмет ли он неуязвимость? Или это будет аура? Пока что мы не видим ауры. Поэтому, скорее всего, это неуязвимость. Пятый уровень. Поверите развереи. Третьи кабаны. Это ощутимая угроза. Ждем, когда он появится. При этом, да, еще и с третьим единым элементалем. Даже вообще без армии можно здесь воевать. Многосильных юнита. Вот и третий кабан. Посмотрите, какой красавчик. Какой мощный и большой. Еще может использовать ярость. 39-45 атаки. В общем, очень авторитетный парень. А маны у Сушителей Предков. Единого Сушителя Предка уже не осталось. Он не может использовать это самое рассеивание. Волки пытаются загрызти. Загрызть целителя. В принципе, у них это получается. Но, как говорится, нецелителем. На целителе жизнь не заканчивается. Жаль только, что ястров больше нет. Нельзя использовать туман для того, чтобы запретить башнями стрелять. И, конечно, воевать под башнями не очень-то и хочется. Зная, что у противника также есть армия. По факту, Старф Шейп это на 5 лимита больше. Но, просто такие вот призывные юниты, они же в лимите не учитываются. Поэтому, в принципе, такое. Рабочие все-таки побежали. Будут расстраивать дополнительную башню. О, базу. При этом, не зная, это будет существование Старф Шейп. Я думаю, даже не догадывается, какой наглый Каспент. Потому что строить здесь дополнительную базу, это, в принципе, конечно, моветон. Под фокус попадает пол-один. У него уже половина здоровья нет. Ну, если что, у него есть изделие лечения. Поэтому, его все устраивает. Но, все-таки, понимает Каспент. Понимает. Надо и бежать. Надо атаковать своего противника. Потому что так это будет продолжаться вечно. Хотя, на самом деле, ему бы вполне устроило строительство дополнительной базы. То есть, типа, время на его стороне. В то время у Орды ничего нету. Это последнее, что осталось. От Орды. Несколько волчьих садников. Призрачные волки. Один служитель предков. И два героя. И то, и не самых сильных. Шестой уровень, кстати, у Форсира. Соответственно, третья цепная молния. Надо как-то подловить противника. Призвать больше кабанов. Хотя, их и так уже много. Но надо точно спасать паладина. Но так вот просто отдавать его не особо хочется. Волки при этом не невидимые. Потому что ястрелов есть в ясновидении. Дополнительная база, наконец-то, скоро построится. И у Каспента потекут деньги. Ой, и теперь, прямо сейчас, узнает Старшипт, что тут оказываются крестьяне. И уже не будет у нас битва рабов против крестьян. Ох. Это будет битва ни на жизнь, ни на смерть. Ни этот детский сад, который тут происходит. Вот фокус попадает в Хекс. Один из паладинов. Точнее, паладин. И он умирает без паладина. Уже будет проблематично. Потому что его здоровье довольно-то ключевым было. При этом можно сейчас забивать одного стрелка за другой. Но все равно. Рабочий уходит. Украли немного золота у крестьян. Все как в жизни. И начинается драка. Шестой уровень получает Архимаг. У него уже есть ультимативная. Это приятный или он ауру взял? Нет, он взял ультимативную. Потому что ауру второго уровня. Мало здоровья у овца духов. Его вполне может тут убивать. Лечение он использует на свою последнюю ману. Но больше у него уже ничего не осталось. Рабочий уже вырывается в бой. Понимает, что терять им нечего. Золото добывает Каспен. Почти не осталось здоровья у Виверны. Она умирает. Вроде как больше ни одной Виверны не осталось. Правильно ведь? Сушители предков довольно побит. И при этом еще телепортируются на свою родную базу Архимаг для того, чтобы закупиться в магазине. Золото-то пошло. Шахта-то работает. И в итоге ситуация сейчас выигрышная для Альянса. Чувствует он себя прекрасно. Надо восстановить героя. Скорее всего он это уже делает. А по один восстанавливается. Еще свиток регенерации тут купить бы, чтобы восстановить героя Архимагу. В принципе, деньги-то есть. Чего бояться? И знает, знает, что тут нет Архимага. Здесь только один повелитель зверей. Терепортируется к нему Архимаг с помощью своего ультимативной. И сейчас пойдет жара. Мана восстанавливается. Стрелок есть, но он тут скорее для внешнего вида. И с рабочими атакует Орда. Сейчас это последняя драка. Если у него ничего не получится, то в принципе это конец. И судя по тому, что как много призванных существ здесь, то конечно же очень большие проблемы у Орды. Рабочие вряд ли ему помогут. В счете, что здесь рабочий Альянс, который продолжает добывать золото. Последний неверно падает. Служители предков переходят в реальную форму для того, чтобы начать воевать. Но из-за этого подставляется и умирает. Рассеивания никакого нету. Хотел использовать свою ультимативную Архимаг для того, чтобы перевести паладина с помощью обратно. Но ему использовали на нем Хекс, поэтому все закончилось плохо. И при этом умирает по виде зверей. Это уже плохо. И в окружение еще попадает Архимаг. Да ладно, неужели здесь еще может проиграть Каспент? У него больше нету маны для этой телепортации. На любом случае там есть Хексу, Шадлхантер. Умирает здесь Архимаг. Как же так? Но при этом в окружение попадает еще и Форсир. Война окружений. Но оба игрока без героев. Есть паладин. В окружение, скорее всего, попадет ловец духов. Ему нужно здесь обязательно уходить. Самое главное. Старшейту ни в коем случае не дать противнику продолжать добывать золото. Потому что иначе будут восстанавливаться герои. А у Каспента... Ну ладно, золото есть. В центре, скорее всего, он в таверне кого-то выкупит. Это, скорее всего, будет какой-то Архимаг. Для ауры хотя бы. Оставил он на таверне целителя. Для того, чтобы он над ним занимался. Да, скорее всего, будет Архимаг. И он будет использовать ауру. О, боже, свою ультимативную. Но у него мана будет на нуле. Поэтому, в принципе, такое себе. Приходит по 1 третьего уровня. Со вторым лечением. Приятно. Главное не попасть в окружение. Потому что можно-то отлететь. Мы видели уже реальную ситуацию. А у Таря нету. Ничего не может установить себе Ордынец. Пытается резать рабочих. Выкупается Архимаг все-таки. У него маны нету. Как бы это ни было, чревато. У Шеттл Хантера не остается здоровья. Но при этом в окружение попадает по 1. Себя он вылечил с помощью зелья лечения. На последнюю ману себя лечит Шеттл Хантер. Еще последние рабы пришли. Вот это вот битва современности. Самая главная... Самая главная дуэль современности. Тут приходит дед. Архимаг. И, конечно же, битвы становятся неравной. Потому что люди никогда не сражаются, честно. ГГ пишет Старшейпт. И в итоге Каспент выходит победителем в этом невероятном матче. Вот так вот. 160 юнита произвел Каспент. 160. Кошмар. Количество убитых зашкаливает. Ну и шестой уровень Архимага. На это всегда приятно смотреть. Хоть пускай он использовал его только в одной ситуации. Вот так вот. Пускай не самые сильные игроки. С точки зрения именно мирового Варкрафта. В том... В этом плане. Но, знаете, самые сильные игроки современности обычно... Обычно. Я не говорю, что всегда. Обычно. Демонстрируют одни и те же стратегии. Одни и те же герои. В одних и тех же ситуациях. У них редко, когда происходит действительно что-то интересное. Что-то захватывающее. Одним инфини напасешься. Он, конечно, производит много контента. Тем, что постоянно делает какую-то дичь. И это прекрасно. Но другие, конечно же, очень консервативные. И это не весело. Но надеюсь, что все временем ситуация будет меняться. Потому что с патчем 1.31 должно появиться очень много новых стратегий. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И удачи в плавании, моряки. До встречи.